Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами погуляем по нашему южному Леруа Мерлен. У нас в городе два магазина этой сети. Наверное, только ленивый нам обозрел в ютубе новогодний Леруа. Ну и сегодня вот очередь пришла к нам. Представим, вообще много елок. Елки разные, красивые в елке в большинстве своем. Вообще вот огромная такая елка. 24-25 тысяч почти. Сосна. Сосна, королева, 3,60. Ну, это, наверное, для каких-то учреждений, скорее всего, школы, сады. 17-990. Такая простенькая, достаточно. Ну, высокая. 3 метра. Очень много иллюминации. Сейчас мы дойдем до основных стеллажей. Вот эта вот заснеженная елочка, очень красивая. Цена у нее 15 тысяч и размер 2,40. Вот заснеженная с шишками. Так, 2,40, 13 тысяч. Вот. Так, еще мы не дошли до литых веточек. Здесь больше ПВХ и комбинированное. Так, 9,500. 8,500. Ну, достаточно размеры у них высокие. Елки. И цена, я скажу, бюджетная довольно-таки, зная цены на елки. 12,000. Ель. Снежная красавица. А какая же у нее высота? А, 1,80. Вот. 1,80. Очень красивая елка. Очень эффектно смотрится. И она комбинированная. Вот если вам видно, первые веточки литые, поближе к стволу ПВХ. И она присыпана снежком. Ну, вот. Судя по месту вокруг елки, не сыпется. Те, которые сыпятся, их сразу видно. Вот уже комбинированная, видите, ПВХ. ПВХ внутри. И литые веточки. 17,2,10. Елочка. Так, сосна на заднем плане у нас. Так, это 2,10. 16,000. Красивая тоже. Так, там дальше сосна с шишками с яблами на 13,000. 2,10. Вот. Сложно судить, потому что они стоят все на постаменте. Ну, в принципе, если визуально смотреть, 2,10, 8,000. Вот. Ну, довольно-таки неплохая, хоть и ПВХ. Так. Ну, дальше пошли уже декоративные куколы под елку. Это, как правило, морозы, снеговики. Ну, по качеству. По качеству неплохие, честно сказать. Видите, ты аккуратные. Без ниток, без каких-то изъянов. Очень. Вот снеговик прям очень мне нравится. И тяжелые. Вот именно лапки тяжелые у него. Дерево и с чем-то набитое. Эти безглазые гномики. Почему-то они популярны стали у нас. Скандинавский стиль как-то стал популярен. Вот такие снеговички. Симпатичные. Так, цену я не говорю. А потому что цены... Не очень видно. Их еще только вешают. Так. И дальше идем. А, вот этот снеговик, он на телескопических ножках. Видите, вот там он был коротенький. Здесь он длинный. Ножки у него распрямились. И он стал такой, ну, симпатичный игрушка. Вот такие снеговики. Так, цену, конечно, проблематично мне на каждую игрушку говорить. Или на конкретную. Потому что непонятно, где, на что цена. Ёлки, на самом деле, смотри даже. Олени различные. Яркие. Гномы. Вот такие куклы. Кому-то, может быть, понравятся. Олени вот в таком пастельном одеянии. Так. Олени, конечно, такие смешные, такие чудные. Вот очень смешные, такой махнатый в шарфе. Мордочка у него такая шкодная. Очень много различных веточек. Еловых, сосновых, с ягодками. Тоже цену. Не вижу цену вообще. Узенькие, очень ряды. Так, снеговички. Дальше очень много различных декоративных штучек. Особенно те, кто занимается рукоделием. Девочки, которые своими ручками могут все это сделать. То есть, вот по 80 рублей. Такое, конечно, честно сказать. 80 рублей. 4-5 веточек. Они все, честно говоря. Есть побольше 320. Есть прямо венки какие-то. Уже заготовки, наверное, для венков. Такие композиции уже готовы. Я думаю, те, кто рукодельничает руками, все сами делает, тут большого труда не заставит такое сделать. Подсвечники вот из дровишек практически. Так, ну, дальше идут обычные елочки настольные. Такие очень-очень, ну, очень примитивные. Мои нелюбимые цветы, честно говоря. Я уже, наверное, несколько раз говорила, что не понимаю я их ни в елочных, ни в новогодних композициях, ни на елках. Ну, кому как. Кто-то любит. Это маски. Шарики, фонарики, подвески различные. В общем, Китай работает, видимо, весь год, чтобы снабдить нас всем этим, прошу прощения за это слово, барахлом в большинстве своем. Да, но есть и нужные, и достаточно красивые вещи, которые нужно купить. Вот, мошонок. Мягкие игрушки 750 рублей. Ну, посмотрите его размер. 750 рублей. Как говорится, наукомы. Упаковочная бумага. Потом, вот это вот мне нравится, в плане у кого дети маленькие, кто еще верит в Деда Мороза. Здесь очень красивые конверты. Наверное, может быть, уже с готовым письмом по 80 рублей. Видите, волшебное письмо. Да, тут уже заготовка идет, шаблон. То есть, дописывайте только имя, фамилию. Так, ну и... Вот, собственно говоря, наша стихия. Это идет у нас Ирена. 330 рублей. Зайцы. Зайцы непонятные какие-то. Да, 490 медведи Ирена. Это украинская фабрика. Она, в основном, делает для экспорта игрушки. У них новые коробки в этом году. Вот, видите, Витус. Витус, это та же самая Ирена. 330 зайцы. Ну, честно говоря, ни о чем. Заяц. Форма очень такая у него примитивная. Снегурочка. Павлин. Совы. 600 рублей сеньор помидор. Если помните на книжном рынке, кто помнит цену. Так. Вот эта белочка цены нету почему-то. Дальше. Я не очень читаю без очков, поэтому вот цены вам показываю, а сверху показываю игрушку. Баба-яга. Буквально вчера на книжном рынке смотрели мы ее. Здесь она... Так. 350 рублей. Вот цена на нее. Мишка. Зайцы. В общем, все это... Фактически все. Вчера я снимала на рынке. Очень буду стараться, чтобы цену захватить. Чтобы вы хотя бы остановили и прочитали. Потому что я не вижу отсюда вообще без очков. Ничего. Цайчик. Щелкунчик. Как интересно. На щелкунчик 450 рублей щелкунчик. Вот он. Шары. 550 рублей. Шары. 200-300 рублей. Это тоже все украинские фабрики. Тут очень интересная фактура. Видите, как 3D у шара. Ну, своеобразные. 590. Вот они эти шары. 590. 350 зависит. И от росписи зависит. И от размера, от диаметра шара. Роспись. Бывает ручная, а бывает наклейки. Вот, видите, вот эта вот наклейка. Так, дальше. Вообще ничего не видно. Переходим. Макушечки. Вот цена на макушке. Вот это чья? Наверное, это, скорее всего, Китай. Ну, боюсь соврать. 490. Вот украинские. 450. Но они небольшие, поменьше. Так. Конфетки. 163. И вот какие-то маленькие игрушки. 200. 300, 300, 290. Шарики тоже. Это небольшой диаметр. Вот такие вот. Ну, честно говоря, выбора шаров нет. Очень маленький выбор. И рисунки оставляют желать лучшего. Это когда есть с чем сравнить. Так. Здесь у нас уже пластик пошел. Это для антивандальных елок в основном. Тоже можно выбрать что-то по своему вкусу, по своему кошельку и по душе, по тому дизайну, который вы планируете. Допустим, в этом году кто-то делает разные елки. Каждый год разный дизайн. Вот смотрите, такой вот маленький ангелочек. Он симпатичный. Он только что маленький. Цена у него... Так, так, так. 150 рублей. Видите? Такой. Ну, симпатичный. Вот такие снежинки. Тоже они, видите, такие тройные. Симпатичные довольно-таки снежинки. Разного цвета. Вот зеленые, серебристые. Вот они золотые. Вот такие масочки, бантики. Так, вот здесь вот конфеты. Желуди. Павлиньи, перья какие-то. В общем, стрекозы. Давайте. Ну, вот такие вот стрекозки. Они идут на маленькой клипсе. И золотые, серебряные, красные. Разные. Так. Вот какие-то непонятные. Похоже, как по пьемашей, но это груши, мандарины, яблоки. В общем, все фрукты, какие хотите. Вот интересные колокольчики. Они, знаете, как будто вязаны крючочком, а потом накрахмалены. Ну, у меня такое складывается ощущение, по крайней мере. Но у них 110 рублей у этого колокольчика. Очень много всяких маленьких подвесочек. Это и дерево, и пластик, и керамика. Вот эта вот девочка из керамики. Дедушка Мороз керамики очень много. Даже есть миховые какие-то прибамбасы. Выбираю не хочу. Вот дерево, дерево, дерево. В принципе, дерево и сами можно. Заготовочки такие продаются. И с детками можно разукрасить на свой вкус. Можно купить в санночке. Вот какая рост. Сова катается. Симпатичная. 80 рублей в санке. Вот еще. Вот керамические подвесы. 250, наверное, да. Вот снеговик. Дед Мороз. Это тяжелые керамические петли. Ну, тоже на елочку. А вот для уличных елок, наверное, таких на площадях, а где-то в детских садах, школах, может быть, на улице. Огромные просто шары. Я даже не знаю, 590, что это. Дэншар. 25 сантиметров в диаметре он идет. Вот поменьше. Вот 20 сантиметров в диаметре. 390. Так. Мишуран. В разных вариантах. Сангурочки. Деды Морозы. Ну, конечно, китайцы все-таки сделали по-своему типу лица Деда Мороза. Наши. Как-то нашего сразу узнаешь, Деда. Русского. Российского. Очень неудобно здесь. Делали такие узкие ряды. Ну, ладно. Как-нибудь будем. Елки. Елки, наверное, повторяются. Вот то, что мы с вами смотрели. В корзинах, вот оно, на витрине, эти снеговики. Вот очень этот мне понравился телескопический снеговик. Он очень-очень-таки смотрится неплохо. Фигуры. 3 тысячи, 7 с половиной. Так, это все пластик. Это все пластик. Честно говоря, я всегда прохожу мимо него. Не особо заостряю свое внимание. Хотя, может быть, кому-то интересно. Вот еще раз елочки. Посмотрите. Я почему-то в последнее время стала больше на заснеженное смотреть. Уже как-то не хотелось. Но есть заснеженная небольшая. Так, это пластик. Вот Олежка такой, 8 тысяч. Вот 8 с половиной. Еще здесь в процессе никак не до украшают, не до расставляют. Пластиковые паровозы. А вот это вот, кстати, стеклянные игрушки. Шишечки и звездочки. Вот в фикс-прайсе, по-моему, есть. Да, 290 рублей стоит. Вот такая туба. Есть светлые, есть потемнее. Я в фикс-прайсе вам такие покупала. Так. Вот такой дубушка на самях. Это, по-моему, механическая игрушка или на батарейках. Потому что Олежка, наверное, двигается. Вот такой вот. Больше на поросенков похож, чем на оленя. Так. Вот олень, телескопические ножки. Вот вообще огромадный олень какой-то. Вот паровозик вокруг елочки идет. Интересно. Он здесь продается? Ну, наверное, если представлен, то продается здесь. Сейчас мы его поймаем. Вот он. А, и к нему еще идут, наверное, дополнительные вагончики. У меня такого нету. У меня такого нету. У меня такого нету. Красиво. Красиво. Да, вот он продается. Этот поезд. Декорация для новогодней елки. Поезд. Вот он. Вот он, да. А сколько же здесь? Ага, вот он. Раз, два, три, четыре. Детали. А цена у него сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Не видно цену. Почему? А вот есть еще побольше коробки. Три, пятьсот девяносто побольше коробки. Вот есть вообще... А, вот это вот, которые ходят. Это не тот. Это, наверное, другой. Это... Они из разного... Из разных депо. И вот так, наверное, или нет? Вот этот... Присоединить. Нет. Не удалось. А может быть, знаете, может быть, это не с него дорога, и он не подходит по колесикам, скорее всего, да? Или подходит? Нет, подходит. Не, не подходит. Не подходит, да. В общем, и цена только одна. Три, шестьсот. Что, он тупо вот так по кругу только такой? Ну да, да. Это просто под него надо ставить эту... Путь. Вот много-много-много различной иллюминации. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что продаются вот такие вот крепления, которые крепятся и они и на стену, и на обои, и на дерево, и на пластик. То есть они хорошо крепятся. Достаточно намочить. И чтобы не клеить вот эти вот огонечки, просто сделали столько, сколько вам нужно, и одели. Так, ну, на этом тоже не будем заострять внимание. Я думаю, тут, кому надо, тут разбирается. И я сейчас этим не заинтересована. Так, вот настольные елочки шестьсот девяносто, пятьсот девяносто. Вот они в таких подставочках мешковине. А вот эти вот львовые гирлянды, они у них продаются каждый год. У меня их несколько штук я покупала в течение нескольких лет. Сейчас у них цена девятьсот девяносто и размер два семьдесят, она достаточно длинная. Так, я покупала, вот сейчас вспоминаю, около восемьсот рублей они стоили. Ну, сейчас, видите, подорожали. А так, в принципе, они один в один. По поводу качества ничего плохого не могу сказать. Качество хорошее, шишки держатся. Ну, когда вы ее разматываете, конечно, немножко с нее посыпется. Вот, а так, вот рекомендую, если надо кому-то украсить. Я в квартире, собственно говоря, украшала там какие-то отдельные детали. Вот, это можно и лестницу, если в доме, и балкон, и на улице можно повесить. Я думаю, еще с ней не будет. Наоборот, от дождика или снега она даже будет более чистая, чем в квартире пылью преподать. Вот такая вот цена. Есть еще вот тоже 2,70, 690, просто еловая, не заснеженная и без шишек. Видите, в чем разница шишки и снег? А это просто еловая гирлянда. Это обычная ПВХ. Вот, чуть-чуть сыпется, чуть-чуть, и то, когда вы ее, в общем, механически как-то с ней работаете. То есть, развернули, свернули. Когда висит, все в порядке. Есть вот такие гирлянды, тоже 990, тоже 2,70, но это как-то выглядит куцевато и немножко несуразно. Ну, на мой взгляд, не знаю, может быть, кому-то ей нравится. Не берусь судить. Очень много пластика. В общем, все как всегда. Каждый год. Леруа Мерлен. Повторюсь еще раз, это Краснодар. Один из магазинов.